Мир закрыл глаза на зверства войны Израиля и Палестины, женщины и дети в плену, города стирают в пыль. Не спорю, палестинцы ведут себя, как самые настоящие дикари, для которых нет абсолютно никакой морали. Захватывают женщин и детей в заложники, но ведь и Израиль не изменяет этим традициям. А как вам, например, прямые удары по жилым многоэтажкам в Газе? Дома, в которых 100 и более квартир, складываются, словно картонные домики от прилетов авиабомб и артиллерийских снарядов. Город, в котором живут 600 тысяч человек. Сколько там боевиков Хамас вторглись в Израиль? 200, 600, 1000, а премьер Израиле и военное командование еврейского государства заявило, что сотрет с лица земли и превратит в руины город с 600 тысячами мирных жителей. И начали превращать. В Иерусалиме заявили, что в этих домах на верхних этажах командные и наблюдательные пункты Хамас и все. Израиль заявил, что ударит по мечетям в Газе и парочку уже сравнял их с землей. И снова ни слова, ни одобрения. Как будто им вся мировая общественность выдала индульгенцию на любые действия. Почти 200 мирных палестинцев были убиты армией обороны Израиля и полицией с начала этого года. И то же молчание и сочувственное понимание Запада. Как там обстоят дела с правом на жизнь. Или это не про палестинцев? Или оккупировавший палестинские территории и десятилетиями клавший с прибором на все резолюции Генассамблей ООН право имеет. В том числе, не только на жесткий, но и на совершенно жестокий ответ. Когда удары наносятся не по выборочным целям, а вместо них устраивают ковровые бомбардировки. Впрочем, и тут все традициях цивилизованного Запада. Можно, например, вспомнить, что Обама в бытность свою президентам отдавал приказы, в результате которых ударами БПЛа были уничтожены более тысячи мирных пакистанцев или афганцев, как правило, празднующих свадьбы. Или удар ракетами в Кабуле по мирной семье, которую посчитали группой талибов. И никто не ответил. Израиль полностью отрубил все электроснабжения сектора Газа и города Газы. Блокада? Абсолютно так, самая настоящая энергетическая блокада. Есть ли хоть один голос, что в больницах и госпиталях, это поставило на грань жизни и смерти больных, что отменились операции? Нет, и не будет. Но могу сказать лишь одно, пока такие двойные стандарты Запада будут существовать, пока под руководством США и дальше будет деление на своих, пусть даже своих сукиных сынов, с индульгенциями. И чужих, в отношении которых можно не только все, что разрешено, но и что запрещено, такие конфликты будут становиться лишь сильнее и жестче. И все больше в них будет страдать обычное мирное население, которое к амбициям и интригам политиков не имеет никакого отношения.